Истец требует установления материнства и передачи ей ребенка на воспитание. Представитель органов опеки и попечительства с иском согласен частично. А вот ответчики во мнениях разошлись. Слушаем вас. Здравствуйте, ваша честь. 8 месяцев назад я родила прекрасного мальчика. Вот как раз таки Алексея Владимировича. И у меня была очень сложная жизненная ситуация, в итоге которой мне пришлось отдать моего малыша отцу, его биологическому отцу Владимиру Сергеевичу Осипову. Но на данный момент мой сын проживает с бывшей женой Владимира Сергеевича Натальей Юрьевной. И я прошу вас вернуть мне моего малыша. Я совершила огромную ошибку. Я хочу признать свое материнство, его отношения и воспитывать своего сына сама. Когда я вышла с роддома, у меня не было ничего. Мне негде было жить, у меня не было вообще ни средств, абсолютно ничего, ни родных, ни близких. Отец ребенка, вот как раз таки бывший муж Владимир Сергеевич, он был женат на тот момент на Анталье Юрьевне. И не собирался уходить из семьи. И он не хотел знать этого ребенка, не хотел знать меня и, соответственно, помогать. И я тяжело приняла это решение, но я оставила его отцу Владимиру Сергеевичу. Я на тот момент жила в доме у Натальи Юрьевны и Владимира Сергеевича. И я не могла смотреть в глаза Антали Юрьевне, что это ребенок от ее мужа. Я оставила на пороге с запиской малыша. Так значит, все-таки правильно говорит ответчик, что вы коляску поставили под дверь. Да, я поставила под дверь, но правда, я знала, что они будут дома. Я знала, что Анталия Юрьевна... Ну понятно, вы поставили коляску под дверь. Да, мне пришлось так поступить. Я собрала вещи, уехала в другой город, чтобы как-то реализоваться, найти работу, найти жилье и забрать своего малыша. То есть вы из роддома прямо пришли к порогу? Нет, 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 нет. А как? Из роддома я вышла и вернулась к ним в дом, так как Наталья Юрьевна... Вернулась в дом с ребенком? Да, да. Я работала вот в доме Осиповых и... То есть вернулась в дом с ребенком? Вас впустили? Да, да. Я жила у них еще полторы недели в отдельном домике. Да, Наталья Юрьевна меня пустила, она помогла мне. А потом оставили там ребенка и ушли? Да. Когда я к ним пришла, отца ребенка не было на месте, он был в какой-то командировке, я не знаю. И когда он вернулся, он дал четко понять, что если я останусь, и если я, не дай бог, расскажу Наталье Юрьевне о нашей связи, то он просто житьям не даст. Я не могла оставаться на свой страх и риск, но я оставила хотя бы ребенка, чтобы о нем позаботились. Ну хорошо, так. И ушли. Да, я ушла, я уехала в другой город, чтобы заработать. И я нашла работу хорошую. Я решила вернуться во что бы то ни стало, вернуть своего сына и воспитывать как смогу. И я вернулась в город. Я приехала сразу к отцу ребенка, но на тот момент оказалось, что он уже развелся со своей женой, вот с Натальей Юрьевной. Странно, да? Но наш сын почему-то жил с ней. И она при этом знала меня, четко знала, что я родила его. Это мой ребенок, посмотри на документы. Это мой ребенок. Да, она начала тыкать у меня бумажками о свидетельстве о рождении, бумажками об усыновлении. И я не поняла, как они смогли это все провернуть. Я не поняла. А у вас было свидетельство? Вы? Нет. У меня, к сожалению, из документов... Да не делала она даже за 10 дней. Даже не удосужилась имя дать ребенку. Наталья Юрьевна, у меня была сложнейшая ситуация. Так, секундочку. Вы не первая, не последняя, кто родил ребенка без мужа, а от чужого мужа. Как не зарегистрировали ребенка? Ваша честь, у меня есть только свидетельство из роддома. Справка. О родах, да, справка. Ну, почему вы с этой справкой в ЗАГС не заехали? Это 15 минут. Я была в ужасном состоянии. У меня была послеродовая депрессия. Ой, ну ладно, ну в общем, давайте вашу справку. Я не могу это даже объяснить такое. Сказочница депрессия. Я ее в дом приехала, кормили, одевали, ребенку все купили. Ну, вы же не понимаете все ситуации от Талии Юрьевны. Что ты придумываешь, ты здесь цирк устроила? Вы же не понимаете ситуацию, Ваша честь. Не понимаю. У меня не было как только у Романа даже с ее мужем. Он меня изнасиловал. У меня даже мужчин до него не было. Он просто... Я была обычной работницей. Он воспользовался мной. Я даже не могла никак противостоять. И так не могла, и эдак не могла, и зарегистрировать не могла, и смотреть в глаза не могла. Тем не менее, ребенка оставила и уехала, и там не могла, и потом сюда приехала, и теперь пришла в суд. Инфантинность какая-то. А кто сказал, что это именно есть вот этот ребенок, которого вы родили? Может, вы его в помойку выбросили? Я готова сдать любые анализы, что подтвердить, что это свидетельство ДНК, что это мой сын. Хорошо. Это мой сын. Ваша честь. Это мой сын. Я умоляю, пожалуйста, дать мне шанс. И это в документах указано. Слушаем ответчику. Ваша честь. Я с иском категорически не согласна. Ну, часть истории вы уже услышали из уст этой горе-матери. Ну, теперь, пожалуй, я расскажу. Девочка пришла ко мне на работу. Я очень обеспеченный человек. И вроде как работала она неплохо. Дом отдельный есть. Дом для персонала, где они живут вместе с поваром. Ну, в разных крыльях. Нормально у нее. Они кушают на территорию. Все у нас за счет работодателей. Зарплата у нее тоже неплохая. И в какой-то момент, думаю, что-то не то с моей девочкой. Что-то опухло. На запахи реагирует. Какая-то отекшая. Ну, я же взрослый человек. Я ей на прямой вопрос говорю, ты не беременна или случайно? Она говорит, беременна. Отец кто? Не рассказывает. Ну, конечно, не могла признаться в этом. Ну, у меня такая ситуация, что Бог мне детей не отдал, ваше честь. И для меня ребенок, ну, когда вот такая ситуация складывается, я не могу позволить, чтобы у меня в моем доме ребенка был убит, кем бы он ни был, чей бы. Я сказала, что урожай-то еще молодая, помогу, чем смогу, вместе как-то вырулим. Не говоришь ты, кто отец, и Бог с тобой. Ну, и стала она жить, продолжать. Перед родами я еще наняла дополнительную работницу, чтобы ее на три месяца немножечко как-то оградить. Потому что живот большой был, и она такая кругленькая. И из роддома вернулась к нам. И самое интересное, что мальчишка-то было не видно, не слышно. Вот только загляну, выгляну в окошко, в колясочке она его катает, тишина полная. Спокойненький, хорошенький, такой пухляш. Ну, обожала я его, ее-то любила, честно могу сказать. В какой-то момент утром я просыпаюсь, крик стоит детский на весь поселок. Я полежала, думаю, что ж такое происходит. Выскакиваю на крыльцо, коляска стоит. В ней маленький плачет, надрывается. Какой-то конверт сверху написала. Не могу сама воспитывать, нет средств. Поэтому оставляю своего сына и его отцу Владимиру Сергеевичу. Простите за все. И тут я понимаю, что это сын-то моего мужа. И что она с ним у меня под носом. А я же наивная, я сама-то никогда не обманул. И не могла себе представить, что вот такое вот у меня они творили под носом. Ничего не было, ваша честь? Понятно, что ошалела. Я дождалась своего горемужа, начала допрашивать, признался. Факт тот, что быстро созрел план. Я поняла, что это мне просто бог дал. Стали сразу генетическую экспертизу его провели. Он отец действительно. Ребенка через суд, по месту жительства определили отца. Значит, все это сделали. Потом мне привели усыновление. Как женятся. Да, я его жена. И этот ребенок стал моим, я его мать. И он его отец. Дали имя, назвали Лешечкой. Он мой сын, мой. И теперь у меня есть сын Осипов Алексей Владимирович, 22-го года рождения. И когда вся эта эпопея завершилась, судебная, я этого товарища-то и выставила. Муж своего. Теперь у меня есть сын. Он законный. У меня все документы, в отличие от нее, я все сделала. Он у меня купатель в роскоши. Так, как бы так провернули, интересно, непонятно. Он в любви в моей. Я его обожаю, это жизнь моя. Это мне просто Господь дал вот такое чудо. А сколько она отсутствовала? Восемь месяцев. Восемь месяцев она где-то там думала и не могла, как вы слышали. Я не думала, я ехала ребенка своего. А я в это время делала и кормила его, и ночь уставала. Да, он искусственник, да, он смесями питается, хотя мог бы и материнским молоком быть взросшен. А ей на это было плевать, она встала и пошла. Никогда меня было плевать. А какая гарантия, что она так же, если ей вернут ребенка, и не уйдет? Ваша честь. И не бросит его. Ну неужели мне не нужен этот ребенок? Деньги тебе понадобились, ты решила вернуть. Истец, истец, я все, что вы сказали, уже слышала. Повторять не надо. Вы крутитесь по кругу. Зачем мне это? Так, опека, ваше мнение. Ваша честь, органы опеки с иском согласны частично. Ну, в той части, что биологической матери можно усыновить материнство, тут что нам возражать, сделает экспертизу и будет ясно. А вот это обстоятельство не может автоматически устранить то, что ребенок уже официально усыновлен. Есть все документы, есть мать, официальная мать, которая, я сама курировала этот процесс усыновления, поэтому могу с уверенностью заявить, да, это любящая мать, не только на бумаге, а по факту. Ребенок растет, вообще растет в любви. Все для этого есть, как уже Наталья Юрьевна говорила, да, она обеспеченная, мы обследовали все. Там такой гектар вообще построена детская площадка, хотя ребенку 8 месяцев, а он уже там, ему будущее уже надолго рассчитано. Поэтому мы не видим никаких вот обстоятельств, ну и по закону не имеют права отобрять ребенка, да, у нее. А что касается биологической матери, помолчите. У нее же нет фактически жилья, да, она сейчас... Я сейчас живу уже в прекрасном доме, у нас, Ваша честь, у меня договор составлен с моими работодателями. Это не дает вам права договора. Где договор? Нет, ничего, нет, это все слова. Где договор? Вы в суд шли, что значит нет? Вот. Такая же вообще безалаберность, как и раньше. Где она была 8 месяцев? Какой, где она сейчас? Так, давайте мне ваше заключение. Заключение и это самое, да. Где она была раньше и где она пододенится с ребенком? Вы меня простите, уважаемый представитель, так у вас что-то тоже? Ну, связи с ней. Давайте. Значит, как мы можем установить материнство? Две матери могут быть у человека? Нет, биологическое можно установить под ДНК. Как можно? Что значит биологическое? Не может у человека быть две матери. Как это вы себе представляете? Нет, одновременно. Удаляется для вынесения решения. Донор спермы из небольшого городка решил разыскать всех своих детей и установить отцовство. Насколько у него это получилось, узнаем в суде. Ну, неужели не видно, что человек живет на улице два года, побирается, просто ходит по улице, что теперь запрещено? Или все бомжи, если бы на улицу он ходит? Подросток поджег живущего в канализации бомжа. И мужчина стал инвалидом. Но ответит ли малолетний садист за свои действия, решит суд. Куда выгнать? Она хозяйка всего. Выискила Агутиной Владислава Александровны об установлении материнства в отношении с 16-летнего Осипова Алексея Владимировича 22-го года рождения, признание ее матерью ребенка и передачи ее ребенка на воспитание, отказать. Прошу садиться. Как я уже сказала, невозможно иметь двух матерей. Поэтому без отмены усыновления никакое материнство установить нельзя. Так что все законно. Ребенок остается своей законной матерью. А истцу я разъясняю, что тайна усыновления не подлежит разглашению. Иначе это чревато для нее тяжкими последствиями. Решение понятно? Дело законно. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Хоть и говорят, что мать не та, кто родила, а то, кто воспитала, я считаю, что если родная мать хочет воспитывать своего ребенка, то государство должно ей как-то помогать. Чувства у нее, видите ли, хочет воспитывать. Нет, так не бывает. Ее знают в каждом доме от Владивостока до Калининграда. Вы думаете, что все решается деньгами? В этом суде не так. От ее темперамента мурашки по коже. Пиздец! Судья Алиса Турова. Чем больше любви у ребенка, тем лучше. Ей можно доверить судьбы наших детей. Не могли бы вы сделать так, чтобы наши родители помирились, никогда больше не ссорились? Не отвлекайтесь с понедельника по пятницу. Истец просит установить его отцовство и внести изменения в актовую запись об отцовстве. Ответчик иск не признает. Заявляет, что никакой связи с истцом у нее не было. Слушаем вас, истец. Уважаемый суд, ответчик это моя бывшая подруга. У нас с ней была разовая связь. Не было у нас ничего. Ну не надо сейчас припираться. Вам будет время для того, чтобы высказаться. Спустя примерно 3,5 года я узнал, что она родила ребенка, мальчика, которого назвали Семен. И я прошу, чтобы установили мое отцовство над Семеном. О том, что я стал отцом, я узнал совершенно случайно. То есть я просто шел по улице, встретил Аню с Семеном. И когда увидел ребенка, ну просто понял, что очень сильно похож на меня. Просто невероятное сходство. Я даже взял специально фотографии. Вот я 2,5 года и Семен. Это бесполезное доказательство. Я не обладаю специальными познаниями, чтобы определить степень сходства. Хорошо, я продолжу. Также смотрю на Аню, понимаю, что тоже мы с ней как будто где-то виделись. В упор смотрю, не могу вспомнить. Поэтому подошел, познакомился. Выяснилось, что, во-первых, у нас очень много знакомых. И, во-вторых, мы были с ней на одном большом музыкальном фестивале как раз 3,5 года назад, где у нас и произошел секс. Да не было у нас ни такого секса. Я этого сразу ей не сказал. Мне было интересно про ребенка узнать. Стал спрашивать, когда у него день рождения, кто отец. Про день рождения она сказала. Тоже все сходится плюс-минус. И про отца она так очень корректно увела тему разговора. И я решил так тайком дать Семену леденец пожевать. И взял, ну, что осталось, чтобы... Кошмар-маньяк ненормальный, а? Отдать на экспертизу. И чтобы ДНК узнать. И в итоге ДНК подтвердилось, что я отец Семена. Вы просто не представляете, как я обрадовался, потому что я всегда хотел ребенка. И так получалось, что не получалось. А сейчас такой подарок судьбы. Я очень обрадовался. Позвонил Ане. Сказал ей об этом. Что я готов принять ее, ребенка. Да зачем ты мне нужен? Потому что я хочу просто принимать участие в воспитании своего сына. Я могу ее обеспечить. Я работаю в премиальном салоне мужских стрижек, барбершоппером. Доход 70 тысяч. По меркам нашего города это нормальный доход. Плюс у меня есть еще подработки. У нас требуются очень солидные, влиятельные люди. В том числе директор хорошей школы. То есть я готов пойти на любые условия, чтобы просто быть рядом с ребенком. На что она ответила, что не хочет со мной общаться. Конечно не хочу. Меня оскорбляло. Я понимаю, что возможно обижается на меня за тот случай, что некрасиво себе повел. Я это все осознаю. Я это все принимаю. Прости меня, пожалуйста, за это. Но сейчас дело не про нас, а я считаю, что сейчас важнее ребенок, и чтобы у ребенка просто был отец. Я сделаю все, чтобы принимать непосредственное участие в его воспитании. Документы передайте, пожалуйста. Да, конечно, заключение. Это вот экспертизу вы провели, да? Да, да, да. Экспертизу провел. Хорошо, слушаем вас, ответчик. Ваша честь, ну, конечно, я категорически никакой иск не признаю. То, что мы были знакомы 3,5 года назад, это наглая ложь. Я была, конечно, на этом фестивале, но я, во-первых, была с подругой, я ничего там не пила, и уж тем более никаким сексом ни с кем не занималась, извините. Откуда ребенок тогда? Сейчас расскажу, откуда ребенок. Ребенок у меня из пробирки. У меня есть договор с клиникой, в которую я обратилась. Я обратилась в специальную клинику, они предоставили просто донора. А донор, видимо, был вот этот вот ответчик Алексей. Нет, вистец. У нас город маленький, у нас клиник, ну, буквально две штуки, где оказывают такие услуги, а доноров, наверное, еще меньше. И вот он как раз и есть, этот Алексей. Так, пожалуйста, будьте добры. У вас был анонимный донор, вы его не знали, да? Я его не знала, но я сейчас дальше расскажу, вы поймете, в чем там дело. Так, и свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении, да, вот, пожалуйста. Семена. Так, скажите, а вы замужем? Да, я замужем. У меня муж знает. Ваш муж числится отцом ребенка? Нет, отцом числится не мой муж, но он ребенка признал, он его содержит материально, полностью обеспечивает, хоть он и его не усыновил пока еще официально. Но в целом у нас все хорошо. А как, я не понимаю, вы на это донорство шли без ведома мужа? Ну да, я просто тогда еще не была замужем, а ребенку уже как бы пора было. Вот, поэтому я обратилась... То есть вы не были еще замужем? Да. И вы для себя, так сказать, решили, заключили договор с клиникой, получили, оплодотворили вас донорским материалом, и, значит, родили ребенка, и потом вышли замуж. Да. И вы, ваш муж, тем не менее, растит этого ребенка и готов к усыновлению даже. Да. Поняла. Так, и рассказывайте дальше. Да, и вот смотрите, что было дальше. Я состою в мамском чате, и одна мамочка тоже написала, что сделала ЭКО, и потом на нее подал в суд какой-то мужик с требованием признать отцовство. Я сначала внимания не обратила на эту ситуацию, но потом, когда меня тоже в суд позвали, я ей позвонила, спросила, кто. И оказалось, что тоже вот этот вот самый Алексей. Он, видимо, всех детей в городе хочет признать своими. Извините, это уже какие-то отклонения. Мне нужен просто мой ребенок, и все. Тебе нужен психиатр. Вообще логики не вижу. Посмотрите на него, вроде красивый, симпатичный мужчина, такого любая бы женщина родила, но почему-то своих детей у него до сих пор нет. Это мои уже личные... Видимо, это просто не тот человек, который нормальный женщина. Вы издавали генетический материал попросту, говоря, сперму в этом учреждении медицинском. Было такое, да, не отрицаемое. Но это столько с целью заработка, и не более того. Ну, было такое. Ну, вот у вас и родились дети. Ну, это другой случай. Я говорю про конкретный факт, Да, теперь он бегает, и всех признает своими. Может, вы ее перепутали? Может, это другая девушка была? Тогда бы откуда я ее мог вспомнить? Просто я бы не подошел... Вы ее и не вспомнили. Вы же говорите сами, что вы ее не вспомнили. Вы ребенка. Вы ребенка вспомнили. Ребенок рожден посредством экстракорпорального благотворения. Вот тут договор имеется. Так что это не ваш ребенок. Ну, ребенок-то мой в любом случае. Ребенок-то мой. Нет. Ребенок наш. А ты, пожалуйста, в нашу семью не лезь. Заведи себе своего ребенка, и своего ребенка воспитывай. Ты нам не нужен. Ваша честь, я вас очень прошу, войдите в мое положение. У нас нормальная, счастливая семья. У меня муж. Если мой муж узнает, что меня тут преследуют какие-то фрики, он же разведется со мной. Ну, просто вот я не знаю, оградите меня как-то от воздействия вот этого человека. Ладно, семья ваша, я не буду трогать, но я хотя бы могу посещать своего сына. Нет, ты не можешь посещать своего сына. Ты просто донор. И ты к этому ребенку никакого отношения не имеешь. Вы сдавали донорский материал? Я вас еще раз спрашиваю. Сдавали. Сдавал. Значит, у вас не один ребенок в этом городе, а несколько. Только они к вам не имеют отношения. А переспали вы на этом фестивале, видимо, с другой девушкой. А вот к другой девушке вы подавали иск. Вот она в чате выяснила. Тоже на улице встретили и показал, что похоже? Нет, такого не было. Я подошел только к Ане, только конкретно. Нет, подождите. Вот девушка в чате говорит, что вы подали иск к ней. Я не знаю, что за девушка, как ее зовут. Я вот с ней тогда поговорю. Это уже не имеет к этому никакого отношения. Та же самая ситуация, ваша честь. Тоже подошел, тоже подал в суд, тоже просил признать отцов. Это с твоих слов, с ее слов. Я хочу лично с ней встретиться и лично с ней пообщаться. Это другая тема. Я тебе после заседания дам. То есть вы не подавали больше никаких исков? Нет. Он еще и врет здесь. Вы понимаете, нет, это легко проверить. Конечно, легко проверить. Я все номера дам. У меня вся переписка в чате есть. И посмотрим тогда, кто здесь врет, кто здесь не врет. Но это очевидно уже, какие-то отклонения у человека. Мне кажется, ему надо экспертизу какую-то медицинскую проводить. Все, он в порядке, не переживай за меня. А вдруг он опасен? Вот он моему сыну леденец дал, а если бы он ему что-то там подсыпал? Я же ничего не подсыпал. Ну ладно, вы тоже не преувеличивайте. Ну что это за ерунда? Ну я мать, в конце концов. Я переживаю. Да вы точно не боитесь, что я запросы сделаю? Я не боюсь, что вы сделаете, но я считаю, что это совсем другая история и не имеет отношения к этой истории. Конечно, делайте. Пусть его признают потом невменяемым и ограничат его воздействие на нас, на нашу семью и на семьи других женщин. То есть вы другим женщинам иски не подавали? Нет. Про эту ситуацию вы кому-нибудь рассказывали? С Аней? Да. Нет. Не рассказывали, просто пришли в суд. Конечно. Вы просто имеете в виду... Это мою личное дело, я считаю. Имейте в виду, что вы распространять такие сведения права не имеете. Я знаю. Это тайна медицинская. Это распространение медицинской тайны. Да, в этом плане я... Вы понимаете. Просто тут вы твердо решили, что это именно ваш ребёнок. Да, я в этом убеждён. Поэтому я бы не приходил. Ну а что тут убеждены? Что тут убеждены, если она представила договор об оказании платных медицинских услуг по репродуктивным технологиям и проведении лечения бесплодия и переноса эмбрионов? Ну он же просто донор здесь. И вы сами не отрицаете, что вы донорский материал сдавали. Правильно? Ну какие тут могут быть? А ребёнка воспитываю я и мой муж. И он здесь вообще никакого отношения не имеет. Ну я могу хотя бы, не знаю, ну хоть как-то быть причастным. Ну я не знаю, что можно сделать. Нет, конечно. Конечно нет. Оставь просто нас. Я не понимаю. Вы даже сдавали донорский материал для оплодотворения женщин, да? Да. Почему вы не можете своего ребёнка-то завести? У вас всё в порядке. Вот это главный вопрос. У вас всё в порядке. Вы берите девушку. Красивый мужик нормальный. Вы красивый молодой человек. Что вам мешает завести своего ребёнка? Ну что-то с ним не так, наверное. Всё в порядке со мной. Что-то заладило. Было бы с тобой всё в порядке, ты бы уже давно женился и своих детей бы за себя к нам не приставал. Завести своего ребёнка, я не могу понять. Мне конкретно нужен этот ребёнок. Да зачем он тебе нужен? Почему именно этот? Что ты пристал к нашей семье-то? Я к семье не пристаю к вашей. Просто вы почувствовали с ним родственные. Да, вот именно так. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну неужели не видно, что человек живёт на улице, два года побирается? Человек просто ходит по улице, что теперь запрещено? Или все бомжи, если бы на улицу он ходит? Сумеет ли дочь нажиться на инвалидности отца, которого она выгнала из дома? Получит ли без ноги бродяга бионический протез? Узнаем в суде. Оставь нас в покое, пожалуйста. Я тебя очень по-человечески прошу. Я тебя понимаю, что ты обижаешься. Я не обижаюсь. Ты, может, не помнишь тот случай, который я почему-то помню. Потому что этого не было, наверное. Поэтому я этот случай не помню. Иск об установлении отцовства в отношении Вильяхова Семёна Николаевича оставить без удовлетворения. Прошу садиться. По установлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, устанавливающей единую практику применения законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей, определено, что если при ЭКО, экстракорпоральном оплодотворении, используется донорский материал, сперма или яйцеклетки, то независимо от того, был ли это анонимный донор или известный родителям, или одной женщине, это не влечёт установление родительских прав и обязанностей между донором и ребёнком. Донор не вправе при разрешении требований об оспаривании или установлении отцовства ссылаться на то обстоятельство, что оно является фактическим родителем ребёнка. Это сказано в 52-й статье Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому ответчик доказал, что она родила посредством донорства, а вы этим донором были, и вам придётся с этим примириться. И распространять эту информацию вы тоже права не имеете. День закрыт. Прошу всех в сад. Решение суда. В иске отказать. Я всё равно буду искать любую возможность общения со своим сыном, потому что я отец, а это мой сын. Если этот псих ещё хоть раз сунется к моей семье, я или обращусь в полицию, или скажу мужу, и пусть с ним уже разбирается по-мужски. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Не только врачу, а кодюл, понятно, что это не мой ребёнок. Если вы не можете вернуть свои деньги. Ну вот вам всё понравилось. А вы не платить не хотите. Если благополучие ваших детей под угрозой. Ты нас предал, ты ушёл от нас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Какая-то... А ты голодранец и проживал. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я пойду на всё, чтобы вернуть своего сына. Может быть, вы законными способами пойдёте на всё? Это бесплатно. Истец требует возместить вред здоровью отца, которого едва не сжёг подросток. Ответчик готов оплатить лишь двухнедельную реабилитацию пострадавшего в местном профилактории. Слушаем, истца. Меня зовут Дегтярёва Марина Геннадьевна. Я по доверенности представляю здесь интересы своего отца, Дегтярёва Геннадия Валентиновича. Я хочу взыскать моральный ущерб миллион рублей, а также миллион триста физического вреда, который причинил сын ответчика моему отцу. Расскажу, как получилась ситуация. Моему папе 53 года. Пару месяцев назад он шёл по улице и услышал жалобный писк из колодца. Туда упал маленький котёнок. Папа мой доброй души человек, он решил спасти его, залез в этот колодец. Мимо шла группа подростков несовершеннолетних во главе с сыном ответчика. И они, видимо, забавы ради, я не знаю, видя, что там находится живой человек, стали поджигать и бросать туда спички, которые, кстати, были конкретно вот именно у сына Ирины. Одна спичка попала на полиэтиленовый пакет, и там начался пожар. Подростки сразу же убежали, мимо шли прохожие, и кто-то вызвал пожарных. Они приехали оперативно, потушили. На дне достали без сознания моего отца. Он очень сильно обгорел, одежда вся сгорела почти, он был весь чёрный. С ним рядом был этот злосчастный котёнок. Котёнка отвезли в ветеринарную клинику, он отделался всего лишь лёгким испугом. Папе повезло меньше, его на скорую везли в больницу. Он проходил долгое лечение, а также потерял правую ногу выше колена. Мы проконсультировались с врачом, нам посоветовали хороший бионический протез, который стоит миллион триста рублей. Я хочу взыскать эту сумму с матери малолетнего преступника. А также я считаю, что мой отец заслуживает моральной компенсации в размере миллиона рублей, так как он стал инвалидом первой группы. Есть правка имеющаяся на этот счёт. То есть человек жил полноценной жизнью, а теперь всё, он инвалид. Завели уголовное дело на Павла благодаря камерам, которые висели напротив на магазине. Там видно, что поджигал конкретно он, спички были у него, и ребята, которые рядом с ним были, тоже это подтвердили. Но дело закрыли, так как он несовершеннолетний, ему мне 14 лет. Ирина предложила, конечно, нам сумму в 30 тысяч рублей. Но я считаю, это вообще никакая сумма никуда не годится абсолютно. Я была накануне суда у неё дома. Они проживают в двухкомнатной квартире, которая по таким меркам, ну, примерно 4 миллиона она стоит. Вы хотите, чтобы они без жилья остались? Пусть, почему без жилья? Пусть разменяют эту квартиру, передают в коммуналку, в комнату. Значит, сразу разъясняю вам, естественно, единственное жильё не изымается. Она может обменять её на однокомнатную квартиру. Она может. Что она может? Но я вам говорю, взыскание не будет наложено на её квартиру. Тогда пусть берёт на себя кредит. Ваша честь. Так, секунду, у вас всё? Да. Передавайте документы. А ещё видно, что этот протез стоит миллион триста. Там есть документ, нам врач посчитал предварительно оказание услуг. Ну, тут нет цены. Так, хорошо, слушаем ответчика. Ваша честь, вот у меня есть 30 тысяч, я прямо сейчас готова отдать Марине. И эти 30 тысяч. Эти деньги. Напрашивали протез. Ну, не согласна. Я нашла на сайте санатория реабилитацию двухнедельную для её отца. Вполне подойдёт. Я считаю, что этого достаточно. Также протез купила за пять тысяч. Пожалуйста, Марина. С кого его сняли? Мне спасибо. Берите, берите. Вам же протез нужен. Вот, оставьте его себе, такой протез. Нам нужен полноценный, нормальный, чтобы отец продолжал хотя бы какую-то полноценную жизнь. Ваша честь, у меня зарплата 25 тысяч. Я работаю на фабрике. У меня нету таких средств. Два миллиона триста тысяч. Вопрос не в том, есть у вас средства или нет у вас средств. Вопрос в том, признаёте вы факт этого? Частично. Я сказала, я готова отдать 30 тысяч. Это вы частично готовы отдать? А вообще, признаёте вот все эти факты, которые изложила истица? Нет, сейчас поясню свою ситуацию. Там доказано на видеозаписке. Вообще, во-первых, у меня двое детей. Помимо сына, у меня ещё есть дочь младшая. И во-вторых, вот то, что она сейчас здесь рассказывает, котёночек, он полез на дно колодца спасать его, это всё полнейший бред. Она два года назад выгнала своего отца из дома, мать умерла, и она стала полноценной хозяйкой этой квартиры. Пригласила туда сожителя, а отец два года уже бомжует. И я живу просто рядом, это не голословно, ваш честь. Есть соседи, соседи подтверждают эту ситуацию, они пытались её вразумить, чтобы она вернула домой отца. Отец голодный, холодный, пьяный. Вот сколько я его видела, ваш честь, он всегда в пьяном состоянии. Ваша честь, я, конечно, извинялась за своего сына. Подростки решили поиграть, увидели канализационный колодец. Там было темно. Почти убили человека. Но они не знали, что там есть живой человек. И следователь это подтверждает. Следователь общался с моим Пашкой, с его друзьями. И дети просто не знали, что там кто-то есть. Они светили телефоном сначала, потом стали бросать спички. Вообще хорошая игра спички. Когда они ушли, то у него спички. Так, вы всё время истец, живой человек. Так, мы его выдавали, всё, помолчи. Когда они бросали спички, там ещё не было никакого возгорания. Но потом, когда они уже ушли, одна спичка начала тлеть, и там произошло возгорание. А отец, он там не спасал никакого котёнка. Он спал в лохмотьях, на подстилке какой-то. И котёнка он ещё до этого где-то подобрал. Это просто было его временное место проживания, так как у него нет жилья. Это тоже подтверждает материал уголовного дела. Это его показания. Показания её отца. И вообще, дело, наше дело переквалифицировали с умышленного причинения вреда здоровью по вреду по неосторожности. Потому что действительно подростки не хотели этого. Понятно. У вас есть подтверждение этому из материала уголовного дела? Да, у меня есть, выписка. Будьте добры, пожалуйста, передайте. А ей, в вашу честь, столько деньги нужны? Я уже сразу поняла. Ребёнка своего воспитывать надо нормально. Воспитываем. Ваша честь, я воспитываю детей одна, у меня мужа даже нет. Поэтому эти деньги для меня вообще не по силам. Скажите, пожалуйста, а вы обращались в социальные службы, в СОБИС, я не знаю, в соцстрах, для того, чтобы вашему отцу бесплатно предоставили этот протез? Мы обращались в службу, нам предложили продать ему реабилитацию и сам обычный протез, но мы посчитали, что, не знаю, мой папа достойен нормального образа жизни. Достойный, достойный. Вы не знаете, что вам. В департамент здравоохранения вы обращались? Нет. Не обращались. Ваш честь, да деньги нужны, не протез уже. Понятно. Протез не нужен запаси. Папа не нужен протез. Зачем протез? Папа не нужен. Значе личное взаимоотношение, это наше взаимоотношение. Папа на улице живёт. Зачем он просто шёл по улице, это не повод поджигать человека, убивать. Он уже два года так живёт. А сейчас где он проживает? Он с вами проживает? У меня, да. У неё он проживает сейчас? Ваша честь, это ложь. Он проживает у меня сейчас. А соседи, ладно я тут одна против этого, или та голословная, но соседи, ваш честь, соседи видели. А в каком он состоянии у следователя был? Ну неужели не видно, что человек живёт на улице, два года побирается? Слушай, человек просто ходит по улице, что теперь запрещено? Ну. Или все бомжи, если бы на улице он ходит? Потому что, раз, если видела, как он сидит... Ну, послушайте, ну, разные вещи. Ну, люди говорят, значит, это всё установлено, исследовано. Я живу рядом, она живёт с сожителем. Нету там никакого отца. А сейчас живёт отец там? Нет, на теплотрассе живёт. Ну, я его там видела с его друзьями. Он ходит на костылях. Помимо того, что он жил на улице, сейчас ещё инвалидом стал. Но, понимаете, он вышел из больницы, она могла бы хотя бы после больницы его к себе домой забрать. Но он так и остался на улице бомжом. Я его забрала к себе домой? Нет. А то, что если он выходил по ура со своим старым друзьям посидеть на улице на пару часов? Я после этого его встретила. После этого он был в костылях. После этого он был в костылях. Да, потому что я интересуюсь этим делом. Потому что меня требуют 2 миллиона 300, хотя забрать мою квартиру единственную, в которой я хочу забрать. Не заберёт где-то вашу квартиру, не преувеличивайте. Ну, Ваша честь, меня требуют огромную сумму денег. Ну, мало ли что, требовать можно всё, что угодно. И я просто в полнейшем шоке. Двое детей и в первый раз в суде. Думаю, не последний. У тебя сын растёт такой. Ну, вы тут нам не в роли предсказателя. Это не выступаете? Я, вот если бы у меня были родители, я бы никогда бы со своим отцом бы так не поступила. Ну, тоже вы знаете. Я пыталась, Ваша честь, как-то ему помочь, но он пьяный, грубый. Он ничего, во-первых, он ничего не хочет слышать о своей дочери. Наверное, тоже неспроста. Потому что дочь-то ничем особо помочь не может, да? Я и пытаюсь ему помочь. Я здесь нахожусь по доверенности, лично от него. Да, конечно. Ну, вот послушайте, естественно. Вот у меня представлена выписка из материалов уголовного дела. И известно, и из этого следует, что отец ваш бомжевал всё это время. Тут, конечно, нет бомжу, если он сейчас, но я склонна верить ответчику. Ну, были разногда разногласия с ним. Он мог уйти из дома на день, на два. Ну, на какой день, два? Ну, следствие установило. Ну, что вы выдумываете, а? Одно дело, когда ушёл на один-два дня, другое дело, когда он спит на дне колодца. Ну, это нелогично. Если бы он был в осознанном состоянии, дети бы бросали спички, ну, неужели, ну, неужели бы произошло... Ну, он бы закричал на них, закричал бы на них, они бы перестали. Ну, конечно, что-то бы произошло. Логично, что он спал. Ну, удаляется для вынесения решившихся. Пошли не встать. Я тебе протез принесла. Я предоставляю твоему отцу нормальный санаторий, чтобы он там отдохнул хотя бы, а не на улице жил, на квартиру мою зарится. За мой счёт, решила, да, разбогатеть? Молодец. Возмещение вреда здоровью в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей оставить без удовлетворения. Требование о возмещении морального вреда удовлетворить, взыскать соответствующих в пользу ИСА сумму в размере 30 тысяч рублей. Прошу садиться. Истец должен обратиться в фонд социального страхования. Ему должен был быть предоставлен протез в рамках мер социальной поддержки инвалидов. Или должны быть скомпенсированы расходы на его приобретение. Истец не представил сведения об обращении в соответствующий фонд или получение услуги протезирования, стоимость протезирования, цену протеза. Истцом никак не обоснованно. Поэтому у суда нет оснований для удовлетворения иска в этой части. Что касается возмещения морального вреда, то требования о взыскании морального вреда суд удовлетворяет, но частично. И взыскает соответствующих в пользу ИСА сумму в размере 30 тысяч рублей. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Странно, что суд оценил здоровье моего отца всего лишь 30 тысяч рублей. Да что вообще можно сделать на эти деньги? Я уверена, что даже эти 30 тысяч не дойдут до ее отца. Отец также будет бомжевать, а она все эти деньги потратит на себя. 15-летние девочки рожают детей. Ну посмотрите, она еще сама ребенок, как гляньку себе родила. Маленькие мальчики мстят за обиженных матерей. Я сбегал домой за ножом и перерезал шины. Не слишком рано повзрослели наши дети. Я тоже искала мужчину для совместной жизни. Какая совместная жизнь? 15 лет. Алиса Турова каждый будний день разбирается в таких историях. Ты же понимаешь, что рано или поздно папа твой все равно женится. А я не хочу, чтобы кто-то в принципе занимал мамино место, а особенно эта тетка. Смотреть обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok